Такая шутка! Субтитры сделал DimaTorzok Это пиздец, я стою, считайте, вот, сейчас покажу вам Вот я даже вот так сделаю Я все равно вижу, что там Нахуй пошел Нахуй пошел от меня Так, пока бегаем, смотрим вообще, чем кто занимается Опа! Камчас! Я могу теперь любого поставить лицом к стене Лицом к стене встаньте, пожалуйста Я иду домой Лицом к стене раз, два Для чего? Комендантский час Для чего лицом к стене? Какой комендантский час? Что ты творишь? Освал у вас, взломщики иппадов найден У вас найдено оружие и средства взлома Нелегал Ну можешь выйти, алоэ покупаю здесь, что ты мешаешь? Я как бы тоже хочу купить Опа! Лицо в стеночке, ребят Все Суть такая, то что я зашел в магазин оружия Хотел приобрести себе тоже что-нибудь из вооружения И они начинают выгонять меня, но без всякого оружия и так далее И его как раз таки друг, этот Нэдж Он берет, провоцирует госсотрудника оскорблением Типа пошел нахуй отсюда, мент Вот Потом им угрожает как раз таки вооруженный полицейский Еще один, то ли ФБ, то ли спецназ И они в ответ на это достают оружие и начинают перестрелку И у него не было оружия в руках, по-моему Не уверен, но по-моему не было оружия Ну я сейчас подчекаю пару секунд, пока тэпнет Чекаем демочку, потому что демочка это наше все И выясняем, что у него оказывается было оружие, а они нарушили эфир РП Я не просто так замедлил и приблизил тот момент, когда второй из них достает ствол Нет, у этого госсотрудника как раз было оружие Так ладно, ребят, у вас два эфира РП Да, хорошо, я понимаю Окей, признаю Сейчас вот от Коли будет зависеть, простит он вас Просит он Ну давай, там, подожди, провокация сотрудника не считается на НРП Нет, провокация Ну тогда выдавай то, что есть Что еще раз? Тогда выдавай то, что есть, из-за нарушения Угу, прощать, я утку просить не будешь Да, выдавай Приятно было, ужасно Агрессивный, фу-фу-фу, душнило, ладно Потом после жалобы меня администратор постарше попросил поговорить что-нибудь в микрофон Чтобы проверить, нормально ли у меня войсмод или не совсем, за который полагается наказание Да, представляете, тут можно нормально пользоваться войсмодом, если он у вас достаточно хорошо настроен И ваш голос нормально можно услышать И он похож хотя бы на человеческий То есть да, я могу поменять голос, чтобы я слышался не как я, а как другой, возможно, человек И меня за это не накажут пермачом или же не делей пана, как на других серваках С точки зрения банальной эрудиции, каждый локально мыслящий индивидуум способен на нормальное рассуждение Нормально? Все, спасибо Вопросов не имею, да, нормально Зашибись Это адекватное правило Вот Хорошо, ребят Правила, правила, правила чата Давайте посмотрим Правила общения в любых чатах ПО для изменения голоса допускается, однако при условии, что голос не мешает игрокам На усмотрение администратора Да, усмотрение администратора достаточно субъективное, но что поделать Здравствуйте, лицом к стене, встаньте, пожалуйста СВУ, у вас есть на нее лицензия? Да, конечно Предоставьте Вы свободны Гражданский Гражданский Мы идем домой Выйдите на улицу Оба Зачем? Оба на улицу выйдите Оба на улицу выйдите, пожалуйста По какой причине? Обыск На улицу выйдите, пожалуйста Нет Мы идем домой К стене, нахуй Блять, ну это ж сюр вообще какой-то Я представил, если бы я был не полицейским, а каким-нибудь бандитом То, что бы они делали в этот момент? Ну, представьте, даже в реальной жизни Я просто говорю, лицом к стене встань Я держу пистолет И че лики, да не, я домой иду, мне нормально Я иду домой, мне так комфортно Блять, просто пиздец И вот вам очередное подтверждение, что ДРКРП Фауна не особо хочет нормально играть, соблюдая правила А хочет просто постреляться Коля, я видел, да? А я уже хотел жалобу На тебя просто жалобу У меня вопрос Я с тобой рассмотрел За что ты меня арестовал? Сейчас пару секунд, я скопирую нарушителей, айдишники И я отвечу на все, что вас интересует Я арестовал тебя за нелегал О котором я тебе сказал в момент ареста Ну, то есть не в момент ареста А прямо до того, как я ударил палкой Спросить, например, там про лицензию Как ты попробуешь это играть? Я обыскал все твои карманы Ну, я, например, не хотел проверять там лицензию Ну, просто мне было интересно, почему там как-то поиграть в ПРП Типа такого Ну, мне было это просто интересно Как, за что, поэтому и подал жалобу Ну, я могу тебе просто объяснить вкратце Мы же не на Сириусе играем, правильно? Я при обыске, грубо говоря, не нашел у тебя никаких документов Подтверждающих, что ношение оружия у тебя законное Вот, а оружие я у тебя нашел Тут все по факту, но просто можно было как-то отыграть повеселее Ну, конечно, можно было Но я решил особо не заморачиваться насчет этого Я же не нарушил ничего тем самым Не, я понимаю просто Помните, кстати, видосик у меня был такой Почему Сириус РП не нужен называется? Это, кстати, разговорное видео И там я приводил пример То, что я вот хотел, к примеру, на Бапрограде отыграть среднее РП И мне попадается какой-то бубен, который просто Не хочет отыгрывать среднее РП Он хочет играть по лайту Так вот, в этом моменте Этим бубном, который отыгрывает Лайт РП Стал я Вы спросите, а нахуя нам эта информация, Артур? А я отвечу, не знаю Просто хотел, чтобы это было здесь Блин, я новый стол купил, новый Моник купил Такой кайф просто Ужас, ребят, не представляете Насколько комфортно сейчас сидеть играть Просто играть, даже не записывать видосы Это я как будто в компьютерном клубе оказался Но не плачу по часовую Помню, когда у меня еще тем летом друзья были Получается, мы ходили в компьютерный клуб Вот, и там точно такие же Моники Здоровые, изогнутые Там девайсы какие-то блатные Подсветочки, наушнички Объемные Я так балдел эти 6 часов, как мы там сидели Теперь в компьютерный клуб у меня дома Ну что, ты тэпаешь их? Коля, расскажи, в чем была ситуация Я в комендантский час хочу людей, получается Поставить лицом к стене И обыскать их на ношение нелегального оружия Вот, они зашли с улицы в первый этаж этого отеля Пятиэтажки И я иду за ними Прошу их выйти просто на улицу Проследовать за мной И угрожаю в этот момент оружием Им на это, как бы, похуй Они говорят, что вот, нет И он говорит, нет, идет по своим делам Я бью по нему тазером Быстро достаю ствол Быстро ствол достаю И начинаю ему говорить, чтобы он лицом к стене встал Он достает дробовик и убивает меня Стоп, можно я его перебью? Можно я его перебью? Я не хочу, чтобы ты меня перебивал Первое предупреждение Мне откладывало поведение на разборках После еще двух предупреждений Пойдет бан Ну, как бы, вот и вся ситуация Это фирр-рп Как я мог стать лицом к стенке, когда я зафрижем в тазере? Ты мог это сделать до того, как я в тебя стрельну тазером Об этом надо было думать до того, как я стрельну в тебя Стой, злой А тогда в чем-то, раз уж после того, как по тебе попали тазером Зачем после отхода от этого самого тазера Ты начал доставать свое оружие и стреляться с колей? Это меня убил Чуфую Вот этот вот взломщик с дробовика Этот стоял, просто терпел в тазере И пока он терпел, меня как бы убили Ага, а собственно, можно узнать, именно в каком месте это происходило? Это было... Смотри, ну вот Ты заходишь в пятиэтаж, там первая, самая первая лестница Даже на нее не зашли Просто вдоль по коридору первого этажа И возле лестницы, как бы, двери открыты Я оставил двери открытыми Они меня взяли, как бы, и бахнут Ну, слушайте, к сожалению, у нас ничего насчет этого в правилах нет У нас в правилах все места общественные помечены Там нет вообще, в принципе, никакого диалога про пятиэтаж Да, я прекрасно понимаю Крепели закрытые двери, да Но я же жалуюсь не на общественные места, а на фиррп, которые они не соблюдали Полминуты или даже, может, чуть-чуть меньше, возможно, вру, да Но я им говорил несколько раз встать лицом к стене Выйти из этого здания, встать лицом к стене Они это все игнорили Этот прямо сказал нет и побежал по своим делам Этот же достал оружие в ответ на мое На прямую угрозу А по правилам, если на вас навели оружие тазер То запрещено доставать свое оружие Да, собственно, это было так, как я понимаю, злой чухую Вы оба нарушили фиррфа Чухую Вы подтверждаете свое фиррфа Еее Ну все, тогда наказывай Почти вас обоих джор Какой же кошмар, целых 10 минут ролика Автор никого не хуесосит словесно Морально не унижает Почему так? Скатился или что? К зрителям, которые тоже так вот думают У меня есть вопрос Дорогой зритель А кого мне сейчас тут надо было хуесосить? Вот этого мелкого челика Просто потому, что он одно какое-то правило нарушил Он не ведет себя как конченный урод Он не ведет себя токсично На меня никто не высирается Просто так Вопрос С кем мне тут сраться? И зачем? Ты, наверное, скажешь, что это же ебаный школьник Которых ты ненавидишь И наказываешь в каждом своем ролике А тут вдруг начинаешь их защищать Если бы я делал Если бы я делал ровно то, что я сейчас описал То я бы занимался попросту эйджизмом Кто не знает, что это такое Объясню Тупо челиков гнобить из-за того, какого они возраста В таком случае я был бы кончен А не те люди, о которых вы говорите Не важно, какой у кого возраст Я говорю о том, какой человек конкретно Каким он себя показывает во время игры Мне не важен его возраст, но у меня в ролике даже подпивас, блять, был какой-то И что, после этого моего ролика все подпивасы кругом уроды? Да бред какой-то, господи Поэтому, ребят, давайте завязывайте с этим И отнеситесь к этому как к чему-то нормальному То, что у меня в роликах Наконец-таки нормальные нарушители Которые адекватно себя ведут Мы же вроде этого и добиваемся Чтобы челики нормально себя вели Хотя бы даже на просторах какой-то онлайн игры Да, нарушил Да, получил наказание И что его гнобить за это всю жизнь? Остановитесь, остановитесь Почему вы напали на человека? А он у меня деньги украл Их 1048 долларов Успокойтесь Нападение Ну-ка, встаньте, пожалуйста Короче, я на тренину не играл Он у меня деньги украл Из кошелька О, блядь, кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы меня отводить? Потому что у меня нет права, брат, человек Оба лицам к сине раз Оба лицам к сине два Встаньте, пожалуйста Давайте реально попробуем просто поиграть Словил на ошибки Словил на ошибки за Окей, хорошо У меня вопросик такой То есть без кача я могу носить в руках на постоянке тазер, да? Там, да? Ага, ну всё, буду знать, ребят Спасибо Вот я пойман на ошибки Блядь, ну вы чё? Я вижу, что он делает Челы, которые заморачиваются там Насчёт каких-то экзеков Не знаю, инжектов Блядь, я не шарю вообще в этом сленге Нихуя Короче, заморачиваются насчёт читов Чтобы просто видеть, где кто находится И чтобы убивать их там в голову Все патроны в одну точку И люди по-настоящему с сильной аурой Которые просто заходят на один сервак И у них багается моделька дверей И они бьют через дверь и всё, что происходит Это люди с сильной аурой Вот это люди по-настоящему с сильной аурой с большой буквы Ой, здрасте, я думал тут закрыто Так, не, ну это нормально Ты просто по приколу ко мне забрался, да? В смысле забрался? Ну тут открыто везде Я думал тут не жилое помещение Ну, блядь, если открыто, то ты знаешь, что можешь заходить? Блядь, иди на пыше Оскорбление госсотрудника Я могу тебя оскорблять на моей собственности, алё Ага, нахуй пошёл, чёрт тупой Давай, собственности? Собственность На моей собственности Оскорбление госсотрудника Всё нормально, закон города нарушен, сука Получай пизды И что это? Эээээээй Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это, ну, гранатой меня взорвали, убили. По логам глянь, тэпнет того, кто кидает. Это было вот на въезде в город, дом напротив въезда в город. Я поняла, кто это, но это, собственно, очень уважаемый человек, кодер наш. Возможно, вы подумали, что сейчас будет какой-нибудь интересный хейтспич насчет того, какой же сервак говно, мол, тут создатели могут нарушать правила, а кодер-то тем более, как он вообще посмел правила нарушить. Будучи создателем сервака, я вам могу ответственно заявить то, что это абсолютно нормальная практика для любого DarkRP сервера. В этом нет ничего постыдного. Все-таки смиритесь то, что создатель — это есть создатель. Он может как закрыть сервак, как перезагрузить его, как добавить правила, так и удалить его. Вот вам пример нормальной неприкосновенности администрации на каком-либо DarkRP сервере. Не обязательно даже на этом. На серваке стоит громкий пак оружия, который нужно фиксить. И чтобы его пофиксить нормально, нужно периодически на серваке проверять с людьми, громко ли или же тихо звучит какое-либо оружие на разном расстоянии. И естественно, для этого придется стрелять, и это не будет нарушением нон-РП, или же там интерпретация то, что вы раскрываете свою преступную деятельность, пользуетесь оружием, или же какой-нибудь армит РП. Это не будет нарушением. Чел тестит оружие, чтобы сделать сервак лучше. Что конкретно здесь тестили, я так и не понял. Я не вершитель судеб, чтобы просить наказывать или же снимать какого-нибудь кодера с какого-то сервака, поэтому просто условимся на том, что кодер тестил гранаты. Но у нас есть другие цели. Долбоебы, которые рядом с кодером затесались, они без привилегий, у них нету таких разрешений, но они нарушают правила так же, как и он. Я спал для с РПГшки, захуярил, блядь, первым. Да блин, так, хватит, хватит подсасывать РПГшники, ты что, дебил? Я такую веревку получил. Уйди. Ну вот веревка его и, блядь, этого пешенка. Блядь, удобно. Да, давайте мы разберем и на тачке увозим. Не, подожди, подожди. А можно как-то приделать седлог машин? Наряд сюда вызывай, наряд сюда вызывай. Я же просто стоял. Давай объясню ситуацию тебе сначала, только не чека, ничего. Я слышал разговоры о нелегалем, сказал ближайшему сотруднику, чтобы он вызывал наряд вместе со мной по поводу разговоров о нелегале. Надо было, типа, проверить и все такое. Вот. И я стою просто у двери. Чел выскакивает с миниганом из-за баррикады своей и убивает меня. То есть ничего не началось еще? Я понял. Так, короче, смотри. К этим лучше, в принципе, несуйся. У них ручка, которой разрешено нарушать правила и соблюдать их. Иссудокуратор Пешенко. К ним просто несуйся, они могут так делать. Они ему разрешили, можно так сказать. А где это написано? Смотри, я сейчас скажу. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Мне просто очень интересно, где это вообще, обход тех правил есть. Вот, 1.2. Основатели проекта с рангом Рут, а также глава наборного персонала с рангом Супер Админ, имеет право не соблюдать данные правила и выносить вердикт в несоответствии с данными правилами. 1.2. Ну, мне просто попроси тэпнуться, мне интересно, зачем меня убили. И правда, есть такое правило. Крутое. Привет, наверное. Да. Что? Я ему хотел сказать, что тебе можно, но на тебя пожаловали. Привет. Он говорит, что типа еще ничего не началось. Меня убили, получается. Я стоял возле дома этого. В смысле, там типа говорят, вызывайте наряд, мы сейчас будем их рейдить, блядь. Что, мне стоять смотреть на них? Ну так, а он меня убил по логам? А, смотри, наверное. Я тебя убил по логам. Потом, может, ты сказал, вызывайте наряд. Я тебе ситуацию объяснил, а как ты понял, что это я, конкретно? Ты по голосу узнал. Я ж ничего не говорил даже. Я стоял молча возле двери. Демонстрация есть, Коля? Да, да. Дед ТП, все, все, зовет друга, бля, пиздец. Сейчас сюда телепортируется один очень человечек. Еще ничего не началось, сразу деда зовем. Префай, он просто. Он просто мой лучший друг. Да, мне к тебе, Курсет, заходить? Да, 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 ко мне. А, хорошо. По поводу фрекила, да, тут не составляет. Да, 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 я не пытался объяснить, что нет. Короче, госслужащие начали нас рейдить, выебываться, короче. Мы сели в Четверок, короче, в один проход зажимали, ты, скорее всего, просто проходил. Я включил демпу, вот, смотри. Сейчас, Фарсек, короче, он говорит, что вы его убили до Дора. Вот, я тут вызываю. Вот, я тут вызываю, видишь, в чате пишу даже 911. И потом дальше, посмотри. Так, смотри, Маринад. Я посмотрел, по демпу показано, что ты его убил, еще ничего не началось. Он просто остался для вашей двери. Вы его начали расстрелять в своем игре. Маринад, ай-яй-яй-яй-яй-яй, какой плохой мальчик. Я больше так не буду, простите меня, пожалуйста, я пойду в углу постою. Посиди 15 минут, подумай о своем плохом поведении, что нужно себя контролировать. А можно, а можно, а можно выкуриться, пожалуйста? Нет, на каждого в этом же фрикил выходит у него. И толку, что там какой-то влиятельный человек тэпнулся, блядь. Какой нахуй толк от этого? Он просто постоял, посмотрел, как его друга напиздошили на 10 минут или на сколько-то там, 15. За фрикил. Жалко, я не вижу, что конкретно им по срокам выдают. А вот теперь ситуация такая. Я просто стою посреди города и какой-то мудила просто подошел в спину и решил посмотреть, сколько у меня денег всего имеется в кармане. Как я это понял, по одному простому звуку. Выкручивайте на всякие наушники на максимум, чтобы услышать его, потому что он не такой уж и громкий, но услышать его все же можно. То, что мои карманы обшарил какой-то дебил, это еще полбеды. Мудак из этой квартиры, где ребята типа думают, что они приблотненные и их везде за все покроют, решил угрожать полицейскому оружием и нарушил тем самым нон-РП. Сюда, за мной. Не трогай его, слышь? Сюда иди. Не трогай его из какой-то. Неподчинение. Хочу арестовать человека, угрожаю ему в наручниках, когда он находится. Ну что, черт? Я... Хорошо, сейчас еще раз объясню. Я стою на улице, меня подходит, обыскивает карманы мои вип-мафия. Тут же она может так делать, нет? По сути, еще до того, как я встала на САФ, она так могла делать. Нет, я имею в виду, есть возможность такого профессии, обыскать карманы. Карманы обыскать она может, да. А, все, 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 значит я не ошибся. Я челика поймал за то, что он у меня в карманах шарится на улице. Я его бью тазером. И говорю ему, чтобы он прошел за мной к стене. Он стоит, не втыкает вообще, что происходит, типа. И не подчиняется моим требованиям. Я его в этот момент арестовываю. И пока я требую от него, чтобы он прошел за мной в наручниках, ко мне вот обращается чел. Сейчас скажу никакой. Я на вайбе. И прямо из окна, из окна дома, через щелочку небольшую между пробом и картой, стеной, он угрожает мне мини-ганом, то есть выставляет криминальную деятельность на показ. И пытается как-то, не знаю, заговорить со мной, типа. Уйди от него мусор. Ну, провоцирует меня оскорблениями. Непонятно зачем. Такой причине вы провоцировали его госсотрудника. Вы не угрожали ему оружием. Потому что он вязал нашего мафиозника. Мне это не понравилось. Вашего? Он с вашего и банды был? С вашей банды. Так насколько в хате прописано это видео, там у нас человек... Сколько нас там? Четыре. А он с вашей банды? Конечно. Или нет? Как его зовут? Как вы его называете? Кеннеди, не Кеннеди. А вообще я сейчас крышу позову. Что? Сарата, не буду крышу звать. Какую крышу? Его не зовут, Кеннеди. Его зовут по-другому. Это не Кеннеди. Что-то вы меня обманываете. Почему, собственно, раз уж вы не знаете человека, вы пытаетесь его как-то защищать, провоцировать госсотрудника, который его вяжет? На это наше полномочие все. То есть вы сейчас прямо признаете, что вы нарушили правила НРП за то, что провоцировали госсотрудника без причины, пытаясь спасти человека абсолютно вам незнакомого, так? Ты думаешь, я буду что-то отвергать, Леша? Я не похож на человека, чтобы что-то отвергать. Ну да, пан тебе точно не хочет пучить, как и мне. Как собственно. Итог такой. Додик, который кичил со своей якобы крышей, которая так к нему и не пришла, он ее так и не позвал, тоже выдал себе наказание за нарушение правила. Но и это, блядь, не конец, представляете? Шиза крепчает, и они решили просто пойти и поебашиться в центре города прямо возле мэрии. Просто так. Говорят, что это рейд. Никому по факту этого не объявляя. А знаете, почему они нарушают правила вот настолько самозабвенно? Потому что у них есть крыша, о которой они уже два раза подряд рассказывают, но ничего, блядь, не происходит. Никакой чел не приходит их не спасать. Никакой Аркадий Паровозов, блядь, не решает их проблемы. А потому что у них нету волшебной привилегии, которая позволяет им игнорировать правила. Они такие же игроки, некоторые из них наборные администраторы, но да, у них нету игнора правил, как у создателя сервака. И получать они пиздюлей будут ровно так же, как и обычные игроки, которых они за людей не считают, к сожалению. Далее, все важные и интересные моменты, на которые стоит обратить внимание и запомнить, я маркирую своей фирменной пометочкой. Смотрите внимательно. Просто лицензию получить. Иди отсюда. В смысле иди? Почему? Иди отсюда. Я хочу лицензию получить. А мне бесплатно отец дал лицензию. Я хочу лицензию получить. Можно или нет? Отказано. А, блядь. Отказано. Почему отказано? Я здесь классно не отказал. Что за хуйня? Ёбаный в рот. Ну почему это? Не понимаю? Я пытаюсь поиграть. Я бегаю, наблюдаю за ситуациями иногда. Я просто, ну, пытаюсь в какую-то интересную ситуацию... Приветствую, как жалоба. Привет. У меня жалоба на того, кто меня убил только что. Мне интересно, за что меня убили. Ну, просто вот я не вижу ни объявления войны, ничего вообще. То есть вообще ничего. Так, здравствуй, алоба за фрекил. У нас был Рейд Мэри. Рейд Мэри. Рейд Мэри, а подожди, а там есть же объявление там какое-то? Нет, это покушение. Покушение на мэри. У нас 4 было. Ну, где это был, то есть я и там еще 2 внизу были. То есть мы с Кэши были, а там 2 внизу. Ну, ты Кэши рубишься при кушении, надо писать ОВД рекламу. Да нахуй нужно, правильно. Водит покушение. Не знаю, может там другие написали. Нет, я не вижу в чате, чтобы кто-то вообще хотя бы что-то написал. Поэтому это фрекил, наверное. Да, действительно в чате нет. Ну, все. Да, да, да. Упрощение интересует Холю описать. Нет, наказываете. Спасибо. Ну, хотя бы так, блядь. Ну, это просто пиздец. Ты бегаешь, тебя убивает челик какой-то из своры другого челика, который может нарушать беспрепятственное правило. Знаете, почему это хорошо? Да. Где наш правитель? А я и так вижу, блядь. Он че любил, все равно? В смысле? Кто-то не убил мэра. Потому что я в Джаггернаута стрелял, а не в мэра. А-а-а. Забывай. А, я вообще стрелял. Так с Фамос это такое омно, то, что вы это делали. Да у меня почему-то Фамос пропал, блядь. Я так орю с этого крышу позову. Ну, блядь, позовешь ты. И что? И что? Что дальше? Что это поменяет? То, что это... Ну, нарушение перестанет быть нарушением. На что они надеются, когда это говорят, блядь? Что вы тут делаете? Встаньте, встаньте лицом к стене. Это мой дом. А что вы уже делаете? Лицом к стене, встаньте. Вы не видите, посмотрите. Лицом к стене, встаньте. Туда. Ну, объясните мне, в чем... В чем армия ТРП на НРП? Ну, я оружием угрожаю. Говорю, встать лицом к стене, потому что комендантский час. Ты начинаешь мне что-то объяснять, то, что меня не интересует. Начинаешь от меня убегать под как раз-таки оружием, которое на тебя наставил. И убегаешь, передо мной закрываешь дверь, пытаешься, достаешь оружие в ответ и пытаешься что-то противопоставить. Ты мне вроде бы не говорил становиться лицом к стене, насколько я помню. Не говорил? Ну, насколько я помню, нет. А почему ты тогда убегал? А мне нужен четкий. Почему ты тогда убегал? Ну, а темпка есть? Вы смотрели? Вы темпку смотрели? А почему ты убегал? Я тебе показал то, что это мой дом, и то, что я тут нахожусь. Чтобы ты посмотрел на дверь. Я не убегал от тебя. Но ты утверждаешь, что я тебе не говорил лицом к стене, с чего такая реакция, что ты достаешь оружие и... Я не утверждаю, я говорю, что я такого не помню. Ну, это было меньше минуты назад. Сложно не запомнить. Но у меня плохая память. Соболезную. Это считается обманом или вводом в заблуждение? Потому что то, что было на неудавшемся рейде, ситуацию, которую ты на прошлой жалобе разбирал, он прекрасно помнит, кто там вроде бы уже отлетел первый из их склада, кто последний и так далее. Че ты про что говоришь? Это смысл у тебя сейчас рассказывает, и ты потом забудешь через 5 секунд. Ну вот смотри, ситуация такая, то, что чел пытается ввести в заблуждение, якобы он не помнит ситуацию, он нарушил нон-РП эфир РП. Покажи обмену ДМК. То есть, подождите, стоп. Подождите. То есть, вы отрицаете свою нон-РП эфир РП. Коля, расскажите, что ты сказал с самого начала. В общем, комендантский час. Я захожу на открытый балкон, где он как раз таки обитает. Я начинаю спрашивать, что он тут делает, и прошу его встать лицом к стене. Он начинает говорить о том, что это его дом, бежит к двери, закрывает ее передо мной, достает оружие, я открываю, убиваю его, потому что это уже угроза жизни сотруднику. Вот. Здесь я вижу лично фир РП и нон-РП. Подаю жалобу. И он на жалобе говорит, что он не помнит такого, что я ему говорил. Не помнит, да. То, что я ему говорил лицом к стене встать. Ну и все в таком духе. Он помнит только то, что он хотел показать мне, то, что это его как раз таки купленная дверь. А зачем тогда доставать оружие, чтобы меня убить, непонятно, если я не говорил ему, как он типа помнит лицом к стене и так далее. Вот. Причем вот это не помню считается вводом в заблуждение, потому что то, что было на прошлой жалобе с тем же самым админом, но только который вылетел, он помнил абсолютно почти все, что происходило на рейде и обсуждал это со своим другом. Поэтому не помню, не считается. Это опасно. Так, то есть вы и нет, то есть если вы судите по вашему ответу, что вы не отрицаете, что вы нарушили нон-РП и эфир-РП, то есть вы признаете. То есть вы сначала говорите, что не помните, потом говорите, что ну я помню, что я убегал. А, хорошо. А зачем ты тогда достал оружие? Я говорю то, что я убегал, потому что... Ой, не ублять. Я помню то, что я убегал, когда он наводил на меня оружие, и это да, это нарушение правила ФРРП. А то, что он говорил стать... Я говорю именно про то, что он говорил мне стать лицом к стене, я говорю именно про это. Я не помню этого, что он мне говорил стать лицом к стене. Я снимал. Потому что на одной демонстрации можно увидеть, что расстояние не может быть таким большим, чтобы... Нет, смотри, вот он стоит тут, допустим, вот на крыше возле мэри. Он стоит тут, он мне говорит, что вы тут делаете, говорит, я говорю, это мой дом, и говорю, типа, идем посмотрим, вот так, забегаю в дверь, закрываю дверь, достаю оружие, он открывает дверь, я пытаюсь его убить. Ладно, мне достало эту хуйню слушать, пойдем в Дискорд, я тебе демку покажу. Согласен, по дамке я более быстро сориентируюсь, собственно, пойдем. Все, я сейчас включаю демку. Немножко, конечно, пролагивайте, но ничего, раз можно... Потому что зачем нужно было доставать оружие? Да, и вот заблуждение насчет не помню, потому что вот несколько минут, может быть, назад, он помнил, что происходило на неудавшемся рейде. Ага, то есть на неудавшемся рейде. Он это... Можно показать, что это неудавшийся рейд? Это сейчас я найду, найду. Это то, что они хотели сделать рейд, там меня дальше убили, смотри. Идяйте! Пойдем, 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 пойдем. Он, иди, пойдем. Он, иди, пойдем, пойдем. Да, вот, и дальше мы возвращаемся к тому, что он помнит, что там был. Потому что я джекернаута стрелял. А, ааа. Это разговор о той ситуации, что я сейчас показал. Ага. А можно покажет промежуток между этими двумя ситуациями просто? По времени? Три с половиной минуты. Вот здесь. Ну да, вот три с половиной минуты, но при этом вот промежуток между жалобой и этой ситуацией. Этой ситуации гораздо меньше. Намного меньше. Вот, смотрите. Вот эта ситуация, и вот он промежуток. Вот, я уже здесь на жалобе. То есть, что за это? Минута даже меньше. Да, я слышал, что он говорил, что он не помнит. И понимаю, что там мало времени прошло. 15 секунд. Мое дело показать. Твое дело решить. Я вижу тут подзаблуждение, подзаблуждение у него есть. Подожди. Я у вас вижу тут нон-РП, фир-РП и подзаблуждение. На демонстрации экрана было видно, что, собственно, вы помните одну ситуацию, где вы рейдили мэра. И через три с половиной минуты вы все еще ее помните. А тут, через меньше, чем минуту даже, вы забываете про ту ситуацию. Да, собственно. Забыл, блять. Кусок гандона. Плюс обман администрации, плюс нон-РП и эфир-РП. Я уточнял то, что я не помню именно этот момент. Не, хорошо, окей, я буду писать жалобу на форум. Ну, окей, блокируй меня без проблем. Пишите жалобу. Я сейчас Валерию напишу. Пишите жалобу. Что ты напишешь, Валерия? Собственно, меня запиздошили в бан за обман заслуженный. И что? Что за маты на разборках? Могу позволить себе. Собственно, у вас обман администрации. Я вас баню на день и 30 минут. Удачи, отдохните. Немножечко этот пыло сутить. Да, все равно разбанят. Успокойтесь. Видите, наладится утром. Ну и опять улетишь, ничего страшного. Собственно, спасибо большое, Николай. Чел жидкого, сука, напустил в штаны. Ээээ, я Валерий напишу. Эээ, напишу, Валерий, меня разбанят. Нахуй, иди, я еще раз могу зайти и так же нарушение у тебя найти. Не только у тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...